Здравствуйте, мои дорогие. Я вернись за денежку, за сколько-то, тысяч за 15, и он мне перезвонит. В общем, поговорили, попили пиво, и я уже про это, про все забыл. И тут где-то через месяц мне звонок. В общем, я беру трубку, слышу этот немного дебиловатый, заикающийся голосок. Вот, вспоминаю этого челик, и он говорит, ну что, я приеду, я уже готов. Я такой, ну, давай. И, в общем, на следующий же день он ко мне приезжает, выясняется то, что он с девушкой. Вот, а его девушка представляла собой такое, знаете, немытая, нечесанная, неухоженная, прыщавая, в каких-то струбьях, в перхоти, в чешульках шелушащейся кожи уебища. Вот, в общем, они друг друга чудесно дополняли. Вот. В общем, первый день они перевезли вещи, я выделил им комнату, и потом, случайно поговорив с ними, я выяснил, то что они не просто туповатые, туговатые, такие типичные представители уайт-трэша, любители побухать. Они еще и любят поколоться героином и тропикамидом. Вот. Ну, как только я это узнал, я сказал, блядь, нет, нахуй, мне это не надо, типа, идите нахуй. Ну, в итоге, я же человек мягкий, меня он уболтал, уговорил, и мы с ним сошлись на том, то что у меня в подъезде, в квартире он ничего держать не будет, и колоться он при мне не будет, и меня это не будет никак касаться. Вот. И вот так вот мы жили месяцок первый, они готовили кушать, сидели в основном дома, вот помню, значит, как они готовили есть, как его хозяюшка готовила кушать. Эта баба брала самую дешевую, замороженную, перебороженную, лежащую месяцами в Диксоне рыбу, какую-то приправу любую, для курицы, для солений, для чего угодно. В общем, она клала эту замороженную рыбу прямо в ванну, просто под струю, без пакета, без чего-либо, просто под струю технической воды, пока эта рыба не размокнет, не обмякнет, не кое-как разморозится. Потом она просто брала водичку, заливала в кастрюльку, в такую, как на зоне, в такую алюминиевую кастрюльку, вот, и кидал туда эту рыбешку, какой-нибудь рис, и все это обильно засыпало любой рандомной приправой с целым пакетом, вот, и они это жрали, вот, это выглядело ужасно. Вот, бухали, каждый день бухали пивасик, дешевые, пиво, я помню, оно называлось Емеля, оно потом сыграет очень важную, ключевую роль вот в этом повествовании. И постепенно, сначала они мне платили, все было хорошо, но постепенно они начали абсолютно ссучиваться, абсолютно облениваться и наглеть. То есть, я уже слышал такие вещи, как, ну, вот эту гору вонючей посуды мы уберем потом, а на следующий день я опять это слышал, и так по кругу, постепенно стало возникать такие штучки, как, чувачок, а давай, у меня сейчас денег нету, я точно заплачу, но позже, в общем, задержка зарплаты, не зарплаты, а квартплаты, и так далее. Вот, а потом я начал находить шприцы у себя, значит, в подъезде, пакетики всякие по хате разбросаны и так далее. Вот, ну, и тогда уже было очевидно то, что они колются, они жахаются, они абсолютно почти всегда обторченные, обколотые. Потом я увидел его благоверную девушку, вот эту, полуголую, и выяснилось, что у нее на бедре, на внутренней части правого бедра вырезан шмат мяса, наверное, сантиметров в сорок просто в длину вырезан шмат мяса, то есть там был абсцесс, там была какая-то лютая чернуха. Постепенно атмосфера сгущалась, мы все больше деградировали, я уже совсем перестал выходить из дома, я выходил только в магазин на первом этаже моего дома, чтобы купить пиво, самая дешевая сигаретка и возвращался домой, я почти ничего не ел, я просыпался в 10 часов вечера и засыпал в 3 часа следующего дня, вот, значит, они уже почти в открытую стали колодцы, я им никак не препятствовал, потому что все вокруг было таким апатичным, бессмысленным, не имеющим особого для меня значения, и как-то я забивал на это хуй. В общем, в раковине у нас цвела плесень, огромное количество посуды порос уже каким-то мхом, весь пол старый линолеум, вымазанный дерьмом, грязью с улицы. В квартире стояла вот та характерная вонь, которую я никогда не забуду, и запах, который у меня периодически возникает флэшбэками в сознании, это запах самых дешевых, говеных каких-то женских духов, и отвратительный такой сырно-грибковый вони носков этого типа. Вот, значит, потом произошел момент, да, однажды я просыпаюсь, и с выпученными глазами этот парнишка, герондосник, вбегает ко мне и говорит, сейчас приедет Настя на батя, эту бабу звали Настя, вот, и там какие-то проблемы вообще сейчас будут решать вопросы. Ну и через несколько часов приезжает мужик, двухметровый, огромный, килограмм под 150 амбал, в кожаном, в таком толстом кожаном плаще, с перстями на пальцах, который оказался ее отцом, в общем, зэком, старой закалки, таким из 90-х, чисто бандюганом. И, в общем, он выкладывает то, что у него какие-то проблемы с конкурентами, и представляется опасность для семьи, и надо их куда-то эвакуировать, временно заныкать, и, в общем, сошлись на том, то, что нужно их поместить в глухую избу, где-то посреди тайги, в общем, он уже купил консервы в мешок, подготовил эту землянку, купил туда какого-то сена, чтобы они на нем спали, вот. А баба эта тогда болела, она, утекли сопли, сейчас-то я понимаю, что ее просто ломало, потому что у них не было чем уколоться, вот, у нее текли сопли, она вся чихала постоянно, была чахоточная мокрота, этот запах болезни. И вот, когда батя приехал, он вместе с тушенкой привез бутылочку арсенального, полторашку, и они ее нагрели на плите, прокипятили, и потом она, будучи больной, сидя на антибиотиках, на таблетках с парацетамолом и прочей хуйней, она выжрала несколько стаканов вот этого горячего пива, они были убедены, что это помогает очень хорошо от болезни. Вот, в общем, потом они пропали на неделю или на две, а я все так же пил пиво, все так же разлагался и сидел дома, пинал хуи, потом они вернулись, но этот чувачок стал чаще пропадать где-то, он мне говорил, что он работает, но я думаю, он не работал, а его баба так же, как и я, сидела дома. И вот в один прекрасный день я проснулся в 9 часов вечера, вышел в магазинчик, быстренько купил себе самых дешевых макарон и какой-то плавленый сыр по акции, все это говно замешал, съел и начал пить то самое пиво Емеля. Побивал я пивко и играл в Вормикс, я играл в Вормикс, это было приложение Вормикс, я даже туда донатил. Как вдруг я почувствовал боль в животе, резкую боль, я подумал, что что-то там не в ту дырку прошло, пивасик тяжело пошел, это пройдет, но боль не проходила, она усиливалась. Так я просидел часов до двух, пока эта баба пила пиво, бесконечно ходила туда-сюда курить, комната у нее была занавешана вся красным, то есть в этом красном полумраке с выключенным светом, только при тусклом освещении старого лампового телевизора, играющего какое-то говно, типа минтовских сериалов с НТВ, а она сидела и лакала из большой двух с половиной литровой баклахи, какое-то теплое выдохшееся говно. А я колючился от боли, но в какой-то момент меня немного подпустило, я попытался уснуть. Далее в шесть часов, где-то в шесть часов утра, проспав, проворочившись в полу бреду часа четыре, я встал от того, что у меня очень сильно болел живот, боль не утихала. Я решил вызвать скорую, где-то в двенадцати часам утра следующего дня я вызвал скорую, приехала такая молоденькая пизденка, абсолютно некомпетентная, быстро меня пощупала, потрогала и сказала, что это просто колики, это у вас газы, вот, и ничего вам не нужно. Она уехала, прописала мне там какую-то, блядь, таблетку в духе цитрамона П, и съебалась, но боль не уходила, было еще хуже, я уже не мог разогнуться, я пошел в душ, сел в душ и просто скрючившись, сидел под струей, надеюсь, что будет, но она не уходила, она раздевалась по телу уже, это становилось невыносимым, так я прокрючился, прокорчился где-то до девяти часов, то есть следующего дня вечера, то есть в общей сложности прошло уже почти сутки. И в квартире был только я и эта баба, и пока я крючился, пока меня переламывало от этой боли, я чуть ли не плакал, не знаю, что делать вокруг, сидя вокруг пивных бутылок, просто сотен пивных бутылок, пробок, бычков в этой грязи, эта тупорылая, блядь, герандосница, она сидела в своей комнате и пила пивко, и постоянно ко мне приходила и говорила, а ты хочешь попить пиво? Я говорю, блядь, отъебись от меня, меня крючат, мне больно, я не знаю, что со мной. Она все меня донимала, блядь, и выбешивала. В общем, не выдержав этого, я звоню в скорую уже где-то 10-11 часов вечера, я говорю, приезжайте мне очень хуево. В общем, меня приехали врачи, и выяснилось методом нехитрой симптоматики, выяснили то, что у меня аппендицит. И не просто аппендицит, а гнойный аппендицит, который запоздает. Я еще на несколько часов, он бы перерос в перитонит, и я бы вообще мог сдохнуть. Так вот. Вывезли меня, значит, упаковали меня, еле-еле спустившись по лестнице с пятого этажа. Я лег на носилки, и это была уже зима, холод, сырость, мрак. Меня, крючащегося от боли, закладывают в медицинский бобик и везут. Все трясется. Я смотрю на потолок тачки, от боли уже кружится, просто голова, теряю сознание. В общем, меня привозят в эту больничку. А мне тогда уже было 18 лет, но типа по милости персонала, который меня забирал, меня решили в детскую все-таки засунуть, которая покруче. Ну, в общем, привозят меня, раздевают, медсестры хихикают над моей письей, как это обычно бывает. Вот, значит, берут запястье, говорят, где ж ты такой, откуда ж ты такой взялся? А я выглядел просто как натуральный нарк или просто бич. Вот. И вкалывают мне что-то. В общем, снотворные, анестезию и так далее. Все, через какое-то время я просыпаюсь в абсолютном бреду, не понимая, что происходит. Передо мной сидит то ли моя мать, то ли какие-то люди. Ну, в общем, типичный постнаркозный галлюцинаторный такой бред после китаминчика или чем меня там вырубали. Вот. И подебаю то, что у меня из члена торчит трубочка, и через которую мне предстоит непроизвольно ссать ближайшие две недели. В общем, полежал я в этой больничке, а там был вид на Москву-сити. И по сравнению с тем пиздецом, с той упадочнической, дикаданской хуйней, которая творилась у меня в квартире, где все было пропитанным мраком, дерьмом, алкоголем и просто бесцельным существованием убогим. Вот эта вот палата в сравнении с этим была просто райским местом, просто гостиницей. И каждый день я сидел, ел еду, которую мне приносила мамка. Просто отдыхал по сравнению с последними несколькими годами моей жизни, когда я разлагался. И смотрел на охуительный вид зимней Москвы-сити, которая была видна как будто на ладони прямо из окна моей палаты. Потом я кое-как подлечился и, в общем, вернулся в хату. Родители мои, когда меня увезли, они пришли в эту квартиру, выгнали нахуй тех герандосников оттуда, вычистили все начисто, привели все в порядок. Я приезжаю вообще абсолютно изменившимся человеком, приезжаю как будто вообще в другое место. Это все такое чистое, приятно пахнет, приятное приглушенное освещение. Это был вечер. Вот. И, значит, два дня я просидел, вкусно и классно питался, кое-как писал. Очень было сложно, потому что шрам очень сильно болел. Я боялся, что разойдутся швы. А потом на третий день пришел мой старый товарищ. У него как раз было с собой несколько марок. По-моему, это был бомб. Ну и, в общем, вот так вот на третий день после выписки из больницы с этим огромным швом мы обхуярились кислоты. И уже через несколько часов мы просто лежали и визжали от восторга под старый классический психоделический рок. В частности, запомнилась одна из моих любимых песен. Это Jefferson Airplane Wooden Ships. Это было просто, блядь, потрясающе. Вот. В общем, вот такая вот история, такой опыт имел место быть. Я извиняюсь. Возможно, это в некоторой степени сумбурно было изложено. Но чем богаты, тем мы рады. В общем, если интересен такой формат его возвращения, интересно послушать мой пиздеж, какие-то истории, то пишем, фидбетчим в Директ или тут в Телеге, у кого есть мой аккаунт, пожалуйста. Всего доброго. Чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok